Всем привет ребята, на связи канал Крипто Сагитариус, спасибо что вы смотрите мои видеоролики. В сегодняшнем видео мы поговорим о такой игре под названием Покемани, расскажу вам про новости, что в этой игре произошло, какие ожидать обновления, что будет в дальнейшем, какие успехи. А пока что давайте отправим покемонов сражаться и я вам прочитаю новости на сегодняшний день, на 3 мая. 1 мая покемой сделал относительно большое обновление, до этого была изменена экономическая модель, что оказало определенное влияние на доход от ПВЕ игры. В этом обновлении основной метод добычи не изменился и доход игры ПВЕ был восстановлен до относительного уровня на разумном пути. Токен NGJ, добываемый в процессе игры ПВЕ, приводится в соответствии с токеном ПМИ. Цель предварительного суждения стороны проекта надеется, что больше игроков будут держать токен ПМИ. Потому что увеличение адресов держателя ПМИ способствует будущему плану листинга. Есть несколько вещей, которые стоит отметить в обновлении ПВЕ геймплея. Первое, в ПВЕ 1.1 геймплея с босса обязательно будут выпадать токен ПМИ. Количество дропа ПМИ значительно увеличивается с ростом сложности уровня. Игроки протестили это и количество дропа ПМИ довольно значительно. Потому что маленького босса можно выбрать вручную. Поэтому при участии в ПВЕ 1.1 геймплей в основном будет выпадать токен ПМИ. Во-вторых, в то же время в игре ПВЕ 3 на 3 также выпадает жетон ПМИ. Хотя и количество невелико. Билеты не требуются. Но билеты это, то есть, играйте условно бесплатно 3 на 3, а зарабатывайте свитки и всякую добычу, которую можно будет в будущем продавать. Третье, предпосылкой получения наград является победа в бою. НЕКО, который может выиграть битву 1.1. Будет производить, по крайней мере, 0.5.1 ПМИ в день. В настоящее время 1 ПМИ токен равняется 1 доллару. Основной геймплей игры очень понятен. Во-первых, добыча полезных ископаемых. Это стабильный доход. В настоящее время цена НКГ была очень стабильной. И ожидается, что она останется стабильной в будущем. Потому что сторона проекта будет управлять ценой НКГ, чтобы обеспечивать всем игрокам майнинга стабильный доход. Во-вторых, инструкция по участию ПВЕ геймплея очень важна, кстати, да. Бой и признак НЕКО по-прежнему являются основным направлением ПВЕ геймплея. Поскольку урон в текущем бою все же является обычной атакой, он фактически зависит от трех атрибутов ловкости, силы и физики. На игровом рынке цена этих двух типов НЕКО, конечно же, выше. В-третьих, основным источником доходов ПВЕ является игра 1 на 1. Наиболее важно выбрать уровень с босса и уровень, которым можно победить. В настоящее время обновление очень дружелюбное к новичкам. Потому что первая цена для НЕКО, бросающая вызов геймплея 1 на 1, слишком была низкой. И требования к атрибутам для победы невысокие. А общее значение атрибутов можно выиграть после обновления. В-четвертых, конечно же, если НЕКО не может победить в текущей сцене, вы можете попробовать скорректировать стратегию, чтобы повысить уровень НЕКО и снизить сложность уровня. В игре 1 на 1 вы можете вручную выбрать количество и типов монстров, что легко это сделать. Пятое. Для новичка, который открывает новый Покебол, при нормальном обстоятельстве, если получить несколько НЕКО с отличными атрибутами, цикл РОИ будет сокращаться до скорости, видимо, невооруженным глазом. Например, НЕКО, который может бросить вызов в первой сцене 1 на 1 и победить ежемесячный доход от ПВС, составит около 15-30 долларов. И это без учета дохода от майнинга. Если вам посчастливится открыть новый Покебол за 28 долларов и получить с него НЕКО 4-5 звезд, вы сможете заработать намного больше денег. В настоящее время цена 5-звездочного НЕКО на игровом рынке достигает от 1 тысячи долларов. Для игроков, которые подняли боевую мощь НЕКО на вершину, например, НЕКО с общим количеством очков 400+, уровнем левела 6, выгода может быть не очень удовлетворенной. Потому что даже если каждый НЕКО 6 уровня может участвовать в 6 боях 1 на 1 день, однако увеличение дохода в сценариях 5-6 уровня не очевидно. Конечно, после запуска ПВЕ-игры наградой для участия в ПВЕ-игре тоже будет то, что и высококлассные игроки, которые имеют относительно высокую вероятность. Это не нуждается в излишнем описании. Разные НЕКО будут иметь разный геймплей. Соответственно, вы строите свою стратегию по характеристике покемонов. Выше перечисленные 3 способа являются самыми быстрыми способами возвращения в игру в данный момент. Первое. Есть ли новый ящик с НЕКО с плохими характеристиками может добывать, а НЕКО с подходящими характеристиками может добывать и улучшать, чтобы одновременно участвовать в ПВЕ-игре? Во-вторых, на игровой брендке НЕКО, который собирает высококачественные атрибуты по низким ценам, в зависимости от того, повезло ли им. Или НЕКО, который покупает высококачественные атрибуты по разумным ценам, участвует в ПВЕ-игре. Третье. Обновление НЕКО с высококачественными основными атрибутами для добычи полезных ископаемых и одновременно участия в игре 1 на 1. В этом обновлении предполагается, что период окупаемости составит около 45 дней. Если вам повезет нарисовать НЕКО с высококачественными атрибутами, период окупаемости будет короче, а цена валюты не будет сильно колебаться в краткосрочной перспективе. Партия проекта стабилизировала показательные НКГ токена. Цена валюты и количество игроков, владеющих ПМИ, ограничены, и они вообще не столкнутся с давлением продаж. Это обновление игры принесло весну игрокам, которые любят ПВЕ-сражения. По словам команды проекта, в следующем будут запущены викторина и мини-игры, в том числе расширение возможностей реквизита и запуск механизма синтеза. Игровой процесс будет сильно ускорен, оставайтесь оптимистами в отношении будущего в Покемоне. Игра еще находится на ранней стадии, так что ждите впереди новое обновление. В то же время процесс проекта виден невооруженным глазом, и различные игровые процессы и механизмы также находятся на пути более разумного и совершенному пути. На этот раз доход от ПВЕ сменился с НКГ на ПМИ. Многие должны понимать, что давление на продажи НКГ очень велико, но токен ПМИ не столкнется с такой проблемой. Во сколько раз оно увеличится, это очень интересно. Возможно токен будет стоить 1 доллар, а возможно токен будет стоить 10 долларов. Неужели Покемоне повторит за аксиами? Неужели Покемоне это самая лучшая игра 2022 года на блокчейне? Вот такие у нас сегодня были новости на 3 мая. Конечно же вот это обновление прошло с 1 мая. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, нажимайте подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также этому видео поставьте лайк, если оно было для вас полезно. Пишите свое мнение в комментарии, подписывайтесь на мои телеграм-каналы, телеграм-чаты. Все ссылочки находятся в описании. С вами был канал Крипто Сагитариус.